Минувшая неделя напомнила нам о том, что российский автомобильный мир все больше замыкается в себе. Так, обновленный Mitsubishi Pajero Sport достиг наших широт с задержкой почти в два года. А новый кроссовер Volkswagen Taos оказался не вполне новым, а всего лишь перелицованной Skoda Karoq. Тем временем новое поколение Skoda Fabii нам вовсе не светит. Как и новая Toyota Yaris, заслуженно ставшая автомобилем года в Европе. А планы Volvo о полном переходе на электромобили нам кажутся приветом из другой реальности. Но самая курьезная новость недели пришла из автоспорта. И чтобы понять ее глубинный смысл, начнем издалека. В ближайшие два года российским автогонщикам придется выступать на мировой арене под нейтральным статусом. Это эхо недавнего допинг-скандала, когда по решению спортивного арбитражного суда атлетам из России запретили заявляться на соревнования под национальным флагом на Олимпийских и Параолимпийских играх, а также любых чемпионатах мира. В первую очередь санкции касаются участников чемпионатов мира по классическому ралли и ралли-кроссу. Это Николай Грязин и Тимур Тимирзянов, соответственно, которым уже пришлось обозначить свои машины аббревиатурой Российской Автомобильной Федерации вместо Триколора. Кроме них нейтральный статус придется примерить русским пилотам в мировом первенстве по гонкам на выносливость. Ограничения не наложены на Формулу-2 и Формулу-3, которые, хотя и являются международными, но формально не носят статуса чемпионатов мира. Напомним, что в Формуле-2 в этом году свой второй сезон проведет Роберт Шварцман, а в младшей Формуле-3 его партнер по программе СМП Рейсинг Александр Смоллер. И вот тут мы переходим к главному, ведь минимум один российский пилот Никита Мазепин будет выступать в Формуле-1, согласно санкциям, только не под российским флагом. А если нельзя, но очень хочется. В 2021 году титульным спонсором американской команды ХААС выступит Уралкалий. По такому случаю конюшня официально названа Уралкалий ХААС-F1. Напомним, что заместитель председателя совета директоров Уралкалия – это Дмитрий Мазепин, основной владелец всей группы Уралхим и отец Никиты Мазепина. Откровенно говоря, ХААС – один из слабейших коллективов Формулы-1. Поэтому презентация боридов 2021 года могла пройти незамеченной, если бы не говорящая ливрея. Руководитель команды ХААС Гюнтер Штайнер уверяет, что окраска была утверждена еще в прошлом году, до решения спортивного арбитражного суда. Кстати, напарником Никиты Мазепина по команде будет Мик Шумахер – действующий чемпион Формулы-2 и сын Михаэля Шумахера. Именно его болид мы видим на фирменных фотографиях. Показать публике машину Мазепина с нейтральным флагом напротив фамилии команда ХААС постеснялась. Но это не уберегло ее от волны шуток в интернете. Справедливости ради вспомним, что несколько лет назад Дмитрий Мазепин пытался купить команду Force India, которая первые годы выступала в цветах индийского флага. Не срослось. Команда Vijaya Mali досталась канадскому миллиардеру Лоуренсу Стролу и называется теперь Астон Мартин. Ее пилоты – это сын владельца Лэн Строл и четырехкратный чемпион Себастьян Фетель. А закончим тему Формулы-1 известием о том, что Даниил Квят, уволенный в конце года из команды Альфа Таури, проведет следующий сезон как третий резервный пилот французской команды Альпин. К слову, это новое название команды Рено, и до декабря 2020 года с запасным гонщиком был никто иной, как участник программы SMP Racing Сергей Сироткин. А непосредственно гонкам за Альпин готовятся Фернандо Алонсо и Эстебан Акон. В этом году организаторы Женевского автосалона отказались от проведения традиционного мотор-шоу, так как прошлогодняя попытка организовать серию онлайн-презентаций закончилась грандиозными убытками. Теперь от некогда грандиозной выставки осталось только одно событие – вручение премии «Европейский автомобиль года». В нынешнем сезоне второе место по итогам голосования занял электрический Fiat 500, от которого совсем немного отстала Cupra Farmenter. Далее по списку следуют Volkswagen ID.3, Skoda Octavia, Land Rover Defender и Citroёn C4. А вот победителем оказался компактный хэтчбэк Toyota Yaris, которому члены жюри, а это 59 автомобильных журналистов из 23 европейских стран, включая Россию, присудили 266 баллов. Напомним, что после смены поколений Yaris стал короче и ниже, но ширина и размер колесной базы выросли весьма заметно. Кроме того, Toyota нескромно называет новинку с самым безопасным автомобилем среди одноклассников. Для справки отметим, что самый первый Yaris брал престижную награду 21 год назад, а в 2005-м Европейским автомобилем года жюри признала гибрид Toyota Prius. В России Yaris не продается уже 11 лет. А вообще, из верхней семёрки машин европейского конкурса у нас представлены только Skoda Octavia и Land Rover Defender. С прошлого года Skoda предлагает россиянам компактный кроссовер Karoq. Но посмотрите на экран. В Китае под этим именем продается несколько иная машина. Она отличается растянутой на 50 миллиметров колесной базой, а потому другими боковинами кузова. Дальше интереснее. Перелицованный вариант китайского Karoqa Volkswagen выпустил уже под своей маркой. Модель назвали Taru, но долгое время продавали строго на китайском рынке. Затем её представили и в обеих Америках под именем Taos. Смена названия вдобавок принесла некоторые отличия. Taos'у полагаются оригинальная оптика под ретушированные бамперы, а также собственная решётка радиатора со стильной светодиодной перемычкой. В профиль кузов полностью повторяет китайские Taru и Kodiak. В салоне отличия от Taru не больше. Это новый руль да материалы отделки. При этом Volkswagen особенно подчёркивал, что по простору на заднем диване Taos легко обходит европейскую версию Tiguan. И мы искренне надеялись, что именно такой автомобиль, большой и просторный, доберётся до нашей страны. Но не судьба. Российскому рынку достался совсем другой Taos, а именно близнец отечественной Skoda Karoq. Чешский кроссовер сейчас предлагают по цене около полутора миллионов рублей, а в продаже есть четыре модификации. Машина собирает горьковский автозавод, а безнаддувные моторы 1.6 доставляются из Калуги. Будущий Volkswagen Taos получил от Karoqa кузов, шасси и моторы. От родственной Skoda новичок будет отличаться лишь оформлением внешности и салона. В общем, ради экономии немцы и чехи решились на банальное клонирование. Колёсная база российского Taos не названа, но прибавка длины в 35 мм, скорее всего, достигнута за счёт увеличенных свесов. Стоит ли этому удивляться? Скорее нет, ведь за российский рынок внутри концерна Volkswagen отвечает именно Skoda. А значит, у наших Volkswagen со временем будет всё больше и больше чешских генов. В доказательство вспомним прошлогоднюю модернизацию Volkswagen Polo, который вместо седана стал клоном лифтбека Skoda Rapid. Что касается Taos'а, то Volkswagen пока анонсировал модификации и пообещал богатый набор оборудования. Прайс-листы появятся лишь через месяц-другой, а продажи машин стартуют летом. До России наконец-то добрался обновлённый Mitsubishi Pajero Sport. Рестайлинг принёс внедорожнику новые бамперы, решётку и оптику. Стеклоочистители подогреваются в зоне покоя. А среди опций появилось активное освещение поворотов. В салоне прописались два 8-дюймовых дисплея. Для приборов и главного экрана медиасистемы Mitsubishi Connect. Центральная консоль полностью переделана. Добавлен электронный ручник и система предупреждения о наезде сзади. А пассажиры второго ряда оценят силовой USB-разъём и розетку на 220 вольт. Четырёхцилиндровый турбодизель и атмосферный бензиновый V6 не изменились и по-прежнему сочетаются с восьмиступенчатым автоматом i-Syn и полным приводом. Начальная цена выросла на 200 тысяч рублей. Автомобиль в базовой комплектации Invite оценен без малого в 2 миллиона 900 тысяч рублей. А в топовый Ultimate стоит 3 миллиона 700 тысяч. Как и прежде, Pajero Sport выпускается в Калуге. Российские дилеры уже принимают заказы, а в шоурумах машины появятся в мае. Небольшой кроссовер Chulian, то есть первая любовь, марка Havail продаёт в Китае с прошлой осени. Поначалу считалось, что модель предназначена только для родного рынка, а потому и экспортного имени у неё не было. Но за последние недели развеялись все сомнения. В середине зимы внешность первой любови запатентовал Федеральный институт промышленной собственности. Теперь форум Havail клуба разместил фотографию кроссовера на заводе в Тульской области. А портал Китайские автомобили сообщает, что для рынков Азербайджана, Ирака и Украины Chulian переименуют Jolion. То есть Joy – радость, плюс Lion – лев. Разумно предположить, что такое же название машина получит и в России. Напомним, что Chulian или Jolion – это типичный представитель новейшей платформы Lemon. Её видимые приметы в салоне – цифровые приборы диагональю 10 с четвертью дюйма, проекция всевозможной информации на лобовое стекло и 12-дюймовый экран медиа-системы. В Китае под капотом скрывается полуторалитровый турбомотор, семиступенчатый преселективный робот и строго передний привод. А вот для нас должна появиться версия с шестиступенчатой механикой и топовый вариант с полным приводом. В стройной иерархии Volvo до этого момента всё было просто и понятно. Под литерой S продавались седаны, V – универсалы, а XC – кроссоверы. Но теперь гамма будет расширена за счёт подзабытой буквы C, так как рынку предъявлен купе-образный кроссовер C40. На самом деле перед нами разновидность электрической версии XC40. От исходника новый хэтчбэк отличается бамперами и оформлением задней части кузова. По салону C40 и XC40 почти идентичны, но у хэтчбэка потолок над задним диваном занижен на добрых 6 см, а для отделки интерьера нельзя заказать натуральную кожу, только ткань или кожзам. В плане техники электромобиль предлагает пару электромоторов с суммарной отдачей свыше 400 сил, а также батарею на 78 кВт-часов. Её хватает, чтобы отмахать 420 км на одной зарядке. Премьера электрохэтчбэка C40 совпала с соглашением новой стратегии Volvo. Ещё недавно шведы собирались быть лишь наполовину электрическими, ставя задачу к 2025 году продавать гибриды и электромобили пополам. Исправленный и дополненный план – полный переход на электротягу к 2030 году. Российского рынка это тоже коснётся. Первым на наш рынок выйдет уже серийный XC40. Первый электрический Volvo будет доступен на российском рынке в начале следующего года. Конечно, в приоритете XC40 Recharge. И сразу после него мы запустим модель, которую мы увидели сегодня. Это C40. С прошлой осени XC40 Recharge выпускается в бельгийском Генте. Этот же завод займётся и хэтчбэком C40. Два года назад Hyundai презентовала крохотный паркетник Venue, созданный для Америки, Индии и Кореи. Однако европейцы очевидно отличаются столь специфическими вкусами, что для них пришлось сотворить другую машину похожего формата. Новинку назвали в честь французского города Байонна. По сути, на шасси хэтчбэка i20 водрузили оригинальный кузов длиной 4 метра 20 сантиметров. Чтобы было понятнее, дадим справку. Наша крета питерской сборки на 9 сантиметров крупнее. Гамма силовых агрегатов включает скромный атмосферник и литровую турботройку в двух вариантах мощности. К старшему мотору Байонна прилагается мягкогибридная надстройка. А вот для стасильной версии электрический довесок решением маркетологов определён как платная опция. Любопытно, что мягким гибридом полагается новомодная механическая коробка, у которой педаль сцепления работает по проводам. Благодаря этому электроника обучена размыкать сцепление, когда машина движется накатом. Впрочем, для турбомоторов также доступен семиступенчатый преселективный робот. Увидим ли мы Байонна российских дорогах? Ответ – нет. Ведь паркетник создан строго для еврорынка. А выпускаться будет в Турции. Не светит нам и четвёртая генерация Шкоды Фабии. Ведь модель покинула Россию ещё 6 лет назад, во втором поколении. Что до грядущей новинки, то по последней моде чехи сначала раскрыли технические подробности. А срыв покровов состоится позже. По габаритам чешская малышка неожиданно догнала Volkswagen Golf четвёртого поколения, поскольку длина разом выросла на целый дециметр. В свою очередь ширина стала больше на полдециметра. Удивительно, но снаряжённая масса при такой акселерации сохранилась на прежнем уровне. Спасибо, надо сказать, переезду на более современную версию всефольксвагеновской платформы, а также оптимизированной конструкции кузова. Дизельные моторы исключены. Остались только бензиновые. Это 4-литровых тройки разной мощности и 150-сильный полуторалитровый турбомотор. Несмотря на всеобщее увлечение гибридами, Шкода решила обойтись без электрических надстроек. Европейцы увидят новую Фабию этой весной. Тем более, что секретом остались внешность до салон. Однако российским фанатам модели можно не обеспокоиться. У нас статус младшей Шкоды надолго сохранит лифтбэк Рапид.